здрасте уважаемые господа и дамы начинаем прямую трансляцию сангая номер 30 давайте быстро поставим плюсики видно меня и слышно ли меня все видно и так понял вы слышно и так ставим плюсики и начинаем сегодня много нас татьяна бурлачук здравствуйте ой очень-очень много пошли плюсики после этого сангая не буду какое-то время проводить сангая наверно где-то месяц также не буду проводить вебинары еще следующую неделю проведу вебинары после этого наверно месяц я не буду проводить не сангая не вебинары ничего поэтому у нас это сангая и следующая на следующей неделе и И после этого будет перерыв один месяц. Ну что, давайте попробуем начать. Сегодняшняя наша СНГ посвящена тематике материального благополучия. Какие существуют методы быстрого выхода из плохого материального состояния человека. Как можно при помощи такого метода помочь другому человеку выйти из тяжелого материального состояния. Я могу сказать, что любое материальное состояние, особенно когда оно плохое и когда человек не может найти выход, обычно связано с тем, что человек каким-то образом начинает блудить в астральном мире. То есть это либо он зашел в какую-то комнату в астральной проекции во время сна и захлопнул ее, либо утонул где-то, либо находится где-то в замкнутом пространстве. Это очень часто влияет на то, что в жизни все пресекается и ничего не получается. Есть ли методы, которые помогают человеку быстро выйти? Да, существуют методы влияния на астральный мир. Сегодня я о них буду рассказывать. Также помогу вам очень быстро справиться с этим. Это два метода. Первый метод называется метод флага. И второй метод дома. Сегодня я о первом и втором вам обязательно расскажу. Все очень несложно. Используя данные методы, я их обычно даю, но, может быть, не в такой вот форме, как сейчас. В случае, если вы будете использовать метод дома, я сегодня о нем расскажу, то вы, скорее всего, можете помочь не только справиться с плохим материальным состоянием человеку, а также можете убрать алкогольную зависимость, наркотическую, депрессию, там, все что угодно, если будете этим заниматься. Давайте мы уже не будем писать, а начнем все-таки занятия наши. Итак, метод номер один, который называется дом. Он заключается в том, что вы должны представлять себя, будто вы находитесь в темном, в замкнутом пространстве или в темном помещении, таком, как келья. Представляете, будто вы в этой келье находитесь. После этого представляете, будто вы видите себя в этой келье, двумя руками берете себя, представляете, будто очень высокий дом. На вдохе и на выдохе представляете, будто вы себя перемещаете на самую высокую часть этого дома. А перед входом в дом должна быть надпись. То есть перед входом в дом надпись «Дом материального благополучия». Каждый новый этаж фактически является вашим материальным доходом, увеличением вашего материального состояния. Так вот, на сегодняшний день вы должны представить, будто вы находитесь в подвале. Подвал должен быть сырым, неприятным, неприглядным, дверь должна быть закрыта, и вы не можете найти выход в этом помещении, находясь в самом низу или в самом подвале. И вместе со мной давайте это сделаем. Круг четок. Небольшой круг четок. Сейчас я всех нас обведу. Омахум хри, омахум хахри, омахум хахри, омахум хахри, омахум хахри. И представляем, будто вы себя видите, как будто вы находитесь в подвале. Представляете, будто это дом, на котором написано «Дом материального благополучия». Представляем, будто вы берете себя руками в этом подвале, как большое существо, делаете вдох и переставляете себя наверх этого большого здания. И делаем так много раз. Получается у вас или нет, это не имеет значения. Я буду делать это для вас, а не для себя. То есть я буду брать вас, перемещать вас вверх этого дома и постараюсь сделать так, чтобы вы вниз уже не падали. Омахум хахри, омахум хахри, омахум хахри. 2 путь к солнцу представляем будто солнце светит куда-то сбоку а на солнце написано огромное материальное благополучие и представляем будто дорога солнцу а вы идете от солнца в другую сторону и представляете будто вы себя хватаете рукой ставить его так по отношению к солнцу чтобы она светила вам лицо и начинаете движение то есть представляет себя сбоку как будто вы идете от солнца представляете будто вы себя ставите на прямую линию здесь светит солнце и на солнце самом написано огромное материальное благополучие конечно у вас это самостоятельно получаться не будет но я постараюсь для вас это сделать все люди которые сегодня находятся а также те кто будет в дальнейшем смотреть данное видео делаем вдох делаем выдох третий метод называется методом флага представляем будто у нас сзади нас сзади наших плечей появляется большой флаг на котором мы видим 100 долларовую банкноту при этом мы начинаем радоваться поднимаем вот так под ручки и делаем вот так и делаем ура ура а и Отдыхаем. Переходим к определенным ритуалам. Итак, первый ритуал – это ритуал, который помогает убрать блокировку денег. Для этого нам необходимо сложить мизинцы в руку, зажать их руками, поставить перед собой вот так кулачки и подышать вместе со мной. Тем самым мы делаем мудру убирание блокировки денег. Как бы убираем у себя эту блокировку, а почему мы должны дышать и качаться, чтобы возможность мира отдавать нам, а также возможность мира нами что-либо создавать в этом миру было устранено. То есть таким образом любые блокировки, которые будут мешать нам получать и мешать нам что-либо в жизни создавать, будут устранены. А мизинец в этом случае является той планетой, которая мешает или тем подключением нас к миру, который мешает нам и отдавать, и принимать. И мы качаемся вот так, и при этом начинаем делать вдохи и выдохи вместе со мной. Произносим нам на вдохе и на на выдохе. Ставим ручки вот так по отношению к себе. Начинаем делать вот такие движения, при этом вот такие движения мы делаем, и делаем это на вдохе и на выдохе. Также существует определенный код, который можно выполнять сидя, поставив руки перед собой, это принесет нам материальное благополучие. Между руками можно представлять, будто горит огонь или горит пламя свечи, а мы произносим, можно произносить, а можно дышать. Нянь-удо-бао-жулай. Нянь-удо-бао-жулай. Вместе со мной это делаем. Нянь-удо-бао-жулай. Ставьте возле груди. И просто так сидим, представляем, будто горит там пламя свечи и дышим. Субтитры detalhes. далее как известно куда течет любовь туда текут и деньги для того чтобы этот поток любви открыть или открыть чакру нашего сердца существует определенный метод необходимо поставить руки большими пальцами прижать подмышками при этом поставить вот так вот локти перед собой и на вдохе делать назад а на выдохе вперед показывает попробуем это вместе со мной делать хочу еще раз сказать это открывает у человека чакру денег чакру привлечения в жизнь материального благополучия вместе со мной вернее наоборот назад вдох вперед выдох как предполагаю немножечко отходим от этого состояния далее для того чтобы убрать блокировку негативного влияния планет мы должны знать какой палец участвуют в этом участвует обычно указательные пальцы поэтому сейчас когда бывший президент делает вот так указательными пальцами он делает очень большие глупости собой так как это происходит сейчас негативный период астрального влияния астрологического влияния на человека и я могу сказать что сейчас кому-либо указывать вот так указательным пальцем я бы не советовал также применять какие-либо мудры в которых указательный палец торчит вперед или вверх таким образом человек теряет поддержку мира поддержку бога и это может вызвать большие неприятности в его жизни для того чтобы в период до 23 июля все-таки ограничить влияние или деструктивное влияние планет я рекомендую сейчас использовать такую мудру необходимо по возможности согнуть указательный палец так чтобы его зажали все остальные пальцы в кулак на левой руки и на правой моя рекомендация не ломайте себе пальцы делайте это мягкой форме ставьте эти указательные пальцы зажатый в кулак перед собой и начинайте вместе со мной дышать а 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 отдыхаем потому что от данного метода необходимо немножечко отдохнуть я надеюсь что то что сегодня происходит вам нравится это для вас новое переходим дальше открытие сосуда сердца сейчас я вам покажу что необходимо делать вы будете в шоке необходимо поставить одну руку так другую так и упереться подбородком в свою руку сделать умное лицо при этом и начинать дышать таким образом мы открываем как ни странно сосуд своего сердца это тоже привлекает нашу жизнь материальное благополучие и дыши вместе со мной кто затяжки Меняем руку на другую, так мы предпринимаем что-либо, так мы получаем что-либо от мира и садимся, ставим другую руку в подбородок и начинаем дышать. Отдыхаем. Движение руками влево-вправо, произнесение слова «Хья». Отдыхаем. Отдыхаем. Далее. Создать гармоничные дружеские отношения в семье, сделать так, чтобы ваша семья приносила прибыль, сделать так, чтобы муж и жена имели детей, имели материальное благополучие, называется очаг. Ставите два кулака друг к другу и прижимаете, и начинаете дыхание. Отдыхаем. Ставите руки на голову, вот так, свободно это все свисает, и начинаете делать вдохи и выдохи, качая вот так руками. Это сделает вас очень успешным в предпринимаемых действиях. Можете его так положить, это не важно. Делаем при этом дыхание произвольно, вперед или назад, качая руками. Отдыхаем. Далее специальная асана для того, чтобы отдать долг, чтобы навсегда избавиться от материального ужаса. Левую руку ставим вот так, правую руку ставим назад и начинаем вместе со мной дышать. Левая рука у нас лежит на пояснице, правая рука у нас стоит прижатая к затылку ладонью, при этом мы просто дышим. Левая рука у нас стоит прижатая к затылке ладонью, при этом мы просто дышим. Отдыхаем. Следующее. Найти предназначение в своей жизни. Реализует ваше желание. Это асана беркана. Берем кулаки, упираем их себе в грудь и начинаем дышать. Берем кулаки, упираем их себе в грудь и начинаем дышать. Берем кулаки, упираем их себе в грудь и начинаем дышать. Берем кулаки, упираем их себе в грудь и начинаем дышать. Берем кулаки, упираем их себе в грудь и начинаем дышать. Берем кулаки, упираем их себе в грудь и начинаем дышать. Берем кулаки, упираем их себе в грудь и начинаем дышать. Берем кулаки, упираем их себе в грудь и начинаем дышать. Берем кулаки, упираем их себе в грудь. Берем кулаки, упираем их себе в грудь. ганеши вы с ней знакомы так как я ее раньше уже давал необходимо поставить упереть вернее ладони в поясницу руками делать раскачивание вперед и назад тем самым представляя будто вы являетесь слоном с хоботом красивым слоном на хоботе и на всех ушах есть украшения также разрисована очень красивыми красками и вместе со мной дышим отдыхаем делаем движение вот так вот руками на вдохе произносим хила на выдохе лай тем самым можно представлять будто тесто месяц и на самом деле не нужно по идее можно ничего не представлять просто произносите хилла лай хилла лай и таким образом включаете материальное благополучие а также это дает человеку возможность дальнейшем реализоваться как предприниматель и вместе со мной делаем два на мысль не закрывается уменьшим песня «дэкэнтэканта» да м тempt 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 Отдыхаем. Рисуем или представляем, будто вы рисуете на груди шестиконечную звезду, на вдохе произносим шрим, на выдохе намах, подключаемся к энергии кубера или шри, благополучия, везения, удачи. Я многократно представил, повторяющиеся, тысячукратно, в виде треугольников, пересеченных и имеющих золотой цвет у себя на груди, представил это, и теперь я буду вместе с вами, также это представил на вашей груди, у каждого из вас. И произносим на вдохе шрим, на выдохе намах. Можно это делать шепотом. Субтитры делал DimaTorzok Отдыхаем. Буната Татьяна спрашивает, учитель, по сколько раз это выполнять и когда примерно ожидать результат? Спасибо. В случае, если вы очень бедный человек и у вас нет никаких шансов разбогатеть, а также вы делаете шаг вперед и два шага назад, у вас тотально ничего не получается, то запишите это сангая или возьмите его ссылку и в дальнейшем практикуйте это ежедневно на протяжении целого года, тем самым обретете материальное благополучие на всю жизнь. Дело в том, что очень часто ученики думают, что это какие-то волшебные таблетки. На самом деле это работа над собой. Дело в том, что эзотерика, она наука сложная и вот эти пассы, которые вы делаете, вы думаете, что эти пассы, они должны прямо с завтрашнего дня сделать вас богатыми. Но дело в том, что вы очень давно уже живете бедными людьми и для того, чтобы стать богатыми, вам придется все-таки поработать, то есть потратить время на то, чтобы приобрести материальное благополучие. В случае, если вы думаете, что вы помашете руками и произносите коды и тут же станете богатыми людьми, ну, если честно, я думаю, что это такого не произойдет. То есть это будет идти плавно, вы, наверное, поумнеете, начнете по-другому чувствовать, у вас изменится отношение к окружающим, близким, по отношению к себе. И это будет происходить на протяжении года незаметно и мягко. Также это все увеличит материальное благополучие. Ну, вот так. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, можно ли заниматься по СНГ во время беременности? Не только можно, а еще и нужно. Очень рекомендую этим заниматься, так как любые занятия эзотерикой, которые вы будете производить на протяжении 9 месяцев, в дальнейшем будут сказываться на судьбу вашего ребенка. Если вы будете читать мантру денег, мантру богатства, выполнять практики материального благополучия, то ребенок у вас родится и всегда будет очень богатым, очень счастливым. Представляем, будто во время вдоха и выдоха на выдохе из вашей головы выходит огонь, как будто там свеча. В случае, если делать вот такую практику, то у вас появится материальное благополучие. Итак, вместе со мной делаем это. Нет, люди пишут, вот Людмила, все меняется только не быстро, быстро только в сказках. Я могу вам сказать, у человека есть выбор, вообще не изменить свою жизнь. Никогда. Вы знаете людей, которые живут и которым сейчас 50 лет, которые бедны. А 60 лет, которые бедны. А 70 лет, которые живут бедно. Скажите, вы знаете таких людей? Я лично знаю, это большинство людей, которые окружают меня. И вы знаете, они скорее всего видят то, чем мы занимаемся, скорее всего сказали бы, какая-то глупость, какая-то чепуха и зачем-то это все делаешь. Но вы понимаете, вся эта особенность заключается в том, что я занимаюсь чепухой, я очень богат. А они не занимаются чепухой, они чрезвычайно бедны. Таким образом, очень странно, что человек, допустим, не занимаясь. Вот моя сестра, которая живет в Крыму, я ее когда-то познакомил с данными практиками и сказал ей, если ты на протяжении одного года будешь всего лишь 10 или 15 минут заниматься такими практиками, то на протяжении года ты станешь богатым человеком. Она говорит, хорошо. Потом я у нее спрашиваю, проходит год, она говорит, Андрей, займи мне денег. Я говорю, а ты выполняла? Она говорит, нет, не выполняла. Почему? Она так всю жизнь не будет бедной. Дело в том, что это ваш персональный добровольный выбор, купленный вами за деньги. Выполняйте, практикуйте. Когда человек говорит, почему не быстро, то я хочу вам сказать, это не быстро, это быстро. То, что вы считаете небыстрым на протяжении года, это гигантские шаги у человека. Так вы бы могли развиваться и никогда не достичь высокого материального благополучия. Почему я открыл эзотерическую школу и очень много внимания уделяю материальному благополучию? Я считаю, что человек за счет эзотерики может быть невероятно богат. Это доказательство. Вот вся моя жизнь, я всю жизнь занимаюсь эзотерикой. Можно с сыном 8 лет практиковать. Можно. Результат за год с дуйко. Я производитель женской одежды в Москве. Увеличение продаж в 3 раза. Возрастание производства. Покупка квартиры в центре Москвы. Вот, поздравляем вас. У меня аналогично. У меня аналогично. Я всю жизнь занимаюсь эзотерикой и занимаюсь ей вот так, как с вами. И вопросы денег меня не интересуют уже на протяжении, наверное, 20 лет. То есть у меня всегда материальное благополучие на высоте. Я не знаю, что такое мировой кризис. Я его никогда не ощущал. Я всю жизнь живу за границей и переезжаю везде. У меня никогда не бывает неприятностей. Никогда не бывает каких-то сбоев. Материальное благополучие всегда на высоте. Почему? Это быстро произошло. Это происходит в 18 лет. Даже если я не занимаюсь школой, не занимаюсь ничем, а занимаюсь бизнесом, то все получается, потому что я знаю, что такое эзотерика. Вот так. Дальше. Хотел вам давать другое, но сегодня буду чуть-чуть с вами работать. Итак, код, который приносит материальный успех в финансовых делах. На вдохе Аум Клим, на выдохе Саух. Аум Клим Саух. Мы забыли огонь над головой приставить. Итак, приставили огонь над головой, начинаем быстро дышать. представляем будто у вас есть золотая монета большого размера представьте будто вы берете эту золотую монету и на уровень лапа прикрепляйте эту золотую монетку и сейчас когда начнем дышать активно необходимо представлять будто вы видите золотую монетку которая прикреплена у вас под нижним бельем к лапку и вместе со мной начинаем дышать это все принесет вам внезапный выигрыш великую или большую удачу очень высокий материальный доход вместе со мной делаем и представляем будто там у нас золотая монета и начинаем дышать не люблю работать с огнем сразу же жарко становится начинаем читать мантру аум клим саух вместе со мной аум на вдохе клим саух на выдохе это улучшает память волю приносит успех дисциплину финансовые дела улучшаются аум клим на вдохе саух на выдохе давайте так аум клим саух дальше следующий год код который разблокирует вам движение вперед на вдохе хрим на выдохе хамса хрим хамса устраняет препятствия на пути вашей материальной реализации на вдохе хрим на выдохе хамса хрим хамса сердце покалывает чего-то не принимают могу вам сказать для того чтобы ваше сердце нет нет когда у человека появляется гипертония или когда начинает колоть сердце это говорит о том что его первая и вторая чакра она не принимает чего-то таким образом она открывается вам нужно сесть на край стула и как можно сильнее расставить ваши колени в разные стороны и вот таким образом подышать давайте это сделаем это тоже открывает материальное благополучие убирает заболевания с позвоночника а также делает человека не гипертоническим и так ставим руки на наши колени как можно шире расставляем ноги возможно вам мешает одежда нижняя можете ее расстегнуть или как-то там чуть приподнять и вместе со мной расставили ноги чтобы даже чуть-чуть как на шпагат садитесь так чтобы чуть-чуть было неудобно и начинаем вместе со мной дышать а а а а а а а Отдыхаем. Ставим ножки, как и раньше. Я работаю над здоровьем. Можно ли чередовать день с НГЭ и по здоровью с НГЭ? Можно. Сейчас сердце пройдет. Вот увидите, сейчас две минуты, давление снизится, сердце пройдет. Ольга Лидер. Добрый день. Результат за полтора года после ЕМК. Открыла собственный бренд в ногтевой индустрии. Летим в Черногорию. Вы такая молодец. Мне 62 года. Вся жизнь впереди. Оптимистка. Скоро буду богатой. Сделайте для меня подарок на день рождения. Хочу хорошо кушать. Не воспринимается еда. Помогите. Теперь Христина будете кушать хорошо. И еда будет восприниматься. Все в порядке. Итак, мощная мантра на тотальную удачу. Сик на вдохе, тапамута на выдохе. Вместе со мной поработаем с кодами. И после этого завершим уже СНГЭ. Сик на вдохе, тапамута. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше второй код привлечения удачи. Тряв на вдохе, сик на выдохе. Тряв, сик. Устранить бедность из жизни. Кас на вдохе, милицевицыцу на выдохе. Кас милицевицыцу. Устранить бедность. У на вдохе, вах на выдохе. У вах. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше. Дальше стать очень богатым, всегда иметь доход на вдохе ширим, на выдохе шири, на выдохе ширим, на выдохе шири вместе со мной. Показываю. Шрим Шри. Шрим Шри. Елена сегодня пишет, Андрей Андреевич, вы вчера обещали по зрению дать методы. Они очень простые. Первый метод. Представляем перед собой солнышко. После этого делаем вдох, задержку дыхания. Представляем, будто видим солнышко в своей груди. Делаем выдох, представляем, будто солнце видим сзади себя, возле наших плечей, между лопаток. Дальше вдох между плечей, задержка дыхания в груди и выдох. Смотрим на солнце перед нами. Давайте сегодня это сделаем. Теперь вы хотите, наверное, чтобы я помог вам с глазами. Ставьте вот так вот руки, вытаращивайте глаза, найдите объект, на который вы смотрите и делайте вдох. На задержке дыхания поворачивайте руки в одну сторону и в другую. Когда улучшится зрение, руки убирайте и делайте выдох. И если выполнять данные методы каждый день, вы полностью восстановите свое зрение просто гарантирую вынуждена сменили аренду магазина люди приходят всем все нравится откладывают вещи не возвращаются движение денег новом магазине прекратилось за пределами магазина есть продажи долги съедают пришла бесплатной ступени приобрела практикуя 11 снг я собираю на обновленные ступени вчера была первая продажа в магазине сейчас нахожусь магазине участвую в 30 снг я очень нужна ваша помощь так как такие еще при помощи эзотерики могут восстановить продажи вся проблема заключается в том что тот момент когда человек занимается продажами он не должен это делать сам я могу вам сказать купите алкоголь налейте людям которые находятся у вас в виде продавцов и пусть они продают без вас вы уже плохо ориентируетесь на своем без в своем бизнесе а вы ничего не делайте я вам говорю это серьезно люди которые сами начинают продавать магазине поступают глупо потому что они за все переживают чем ваша основная проблема она заключается в том что вы нарушили самый основной принцип который существует в эзотерике первое принцип денег первое в тот момент когда вам нужно за что-то рассчитываться тот момент когда с вами рассчитывается или вы с кем-то рассчитывает и в тот момент когда вы рассчитались через одну секунду старайтесь об этом не думать не обращайте внимание уже также в тот момент когда вы общаетесь людьми будьте максимально нежны и добры по отношению к ним максимально добры и нежны но при этом не любите этих людей делать этого не нужно вы должны быть максимально нежны и максимально добры обучайте ваших продавцов быть максимально добрыми и максимально нежными с теми людьми кто у них покупает два этих качества заставят клиента прийти еще раз так как человек очень часто приходит потому что к нему были добры и нежны коды люсин от первых седых волос тоже обещали вчера ну друзья мои можно ли купить себе материальное благополучие на деньги которые отдала мошенникам с мошенниками все очень все очень очень предельно просто для того чтобы решить вопрос с мошенниками необходимо заключить с ними договор это договор выглядит следующим образом пишите я фамилия имя отчества вашего мошенника даю ну там петрова ивана петровича заключает от договор где деньги которые я занимаю дальше у вас ваш фамилия имя отчества позволяют дальше снова ваш фамилия имя отчества написать от моего лица данный договор дальше я в счет денег отдаю я такой такой-то счет денег отдаю взамен материальное благополучие везение и здоровье и договор действует до того момента пока я полностью не отдам все деньги случае если внизу ставите подпись его подпись и свою подпись можете одинаково расписаться и данный договор прячете после этого вы не захотите денег обратно потому что в тот момент когда вы подписываете такой договор то забираете у этого человека материальное благополучие и везение в жизни такие договора я очень часто пишу в случае если человек у меня что-либо занимает я подписываю такой договор и пишу такой договор и забираю человека возможность быть счастливым богатым и так далее мне это очень очень нравится объясню почему дело в том что это делает меня совершенно но легко все в жизни достается потому что человек на малом очень много тратит получается он потом не может ничего делать у него нигде не будет получаться до того момента пока не отдаст мне деньги но обычно не отдают но заканчивает очень плохо потому что я таких людей встречаю смотрю как у них все валится обычно им даю совет если они спрашивают я говорю ну вы же меня обманули вот отдали бы мне деньги и жизнь была бы вашей хорошей вы же знаете чем я занимаюсь мама образовалась грыжа в поясничном отделе лечим медикаментозно врачи сказали если в течение 20 дней станет легче можем обойтись без операции как нужно маму маме помочь необходимо лечь на пол спиной вниз и животом вверх поднять локти перед собой и вот так плечами начать ползти вот так если будет ползать то до завтра уже до вечера перестанет болеть позвоночник а если у человека нет ни удачи ни материального благополучия это неважно можно ли такой договор с потребителями заключить коммунальных услуг которые не хотят платить за газ нельзя дело в том что потребители коммунальных услуг являются потребляющими не у вас они берут то не у вас как вы можете это делать если они берут не у вас это очень жестоко то что вы сейчас написали дальше я не буду больше давать такие практики потому что вы становитесь жестокими людьми ладно устранить все финансовые преграды факт на борьбу рала на выдохе можете ли такие от седых волос подсказать метод появился первый вам необходимо найти мои коды которые связаны одновременно с работой поджелудочной железы и печени и читать эти коды лучше если читать утром и вечером коды для лечения поджелудочной железы и печени то вы избавитесь от седых волос она как это сделать выделите 30 долларов найдите семинар где рассказываю о там оздоровлении вот у нас был семинар который назывался люсин я там эти коды со всеми практиковал выбирайте код который связан вернее выбирайте пачку кодов которые связаны с деятельностью печени и поджелудочной железы это получается 16 кода вы читаете их каждый день утром и вечером до того момента пока седые волосы не исчезли скажите провожу практик скажите разве я сегодня должен давать вам семинар или вы думаете что сангия является поводом обучающим в котором я должен вас обучать продолжаем у нас материальное благополучие от высокого давления расставляйте ноги сегодня рассказал что делать от низкого давления наоборот сжимайте ноги как можно сильнее прижимая колени друг другу дальше стать богатым быть с работой представляем себя многорукими и представляем будто у вас много голов и много рук при этом произносим клести на вдохе и клести на выдохе из Lara Ray звуки так звуки Дальше изобилие, денежный рост. Где туту на вдохе, рам на выдохе. Дальше изобилие, денежный рост. Дальше изобилие, денежный рост. Все идеи вызывают дискомфорт и так далее. Что необходимо делать человеку, который сталкивается с такой проблемой в жизни? Ему необходимо читать коды для повышения психической энергии. Это говорит о том, что у человека не хватает психической энергии. Сегодня в самом начале я давал метод, это когда вы в подвале находитесь и ставить себя наверх дома. Вот данный метод необходимо использовать. Также я хочу вам сказать, что в том, что у человека исчезают любые силы, это говорит о том, что где-то закрыта энергия. Возможно, это закрытие произошло в самом детском возрасте, когда человек хотел купить себе какую-либо вещь. Или же это могло произойти, когда человек хотел стать артистом или хотел нарисовать что-то. Вообще я могу сказать, что ничто так не разрушает и ничто так не останавливает человеческие вибрации или человеческую энергию, как намерение невыполненное. Если вы хотите чего-то и думаете об этом, делайте. Даже если это большая гадость и глупость, кроме убийства человека и изнасилования. Все остальное вы должны, если думаете, делать. А если вы думаете и не делаете, то это останавливает ваши вибрации и делает вам гадости. Также ни к чему у вас там ничего не получается, не можете определиться. Восхищайтесь. Это самый лучший метод накопить психическую энергию. Ой, какие цветочки, ой, какие там стульчики, ой, какое там и так далее. Это все вам поможет. У мужа бред ревности, лечимся 9 месяцев. Я уже измучилась, пока еще тяжело. Что ему можно делать? Сегодняшнюю практику. Представляете, будто он находится в заключении темной комнаты в подвале, где написано «Бред ревности». После этого, представляете, будто открываете и переносите его, и ставите на вершине дома. Дальше. Сделать женщину и мужчину богатой. Ватау-цэ. Ватау-цэ. Вместе со мной. Мантра для роста в бизнесе. Ица тулакой. Ица тулакой. Всегда выигрывать. Кару-ри-сту-ри-карут. Кару-ри-сту-ри. На выдохе карут. Кару-ри-сту-ри-карут. 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 для того чтобы всегда иметь недвижимость деньги и землю или приобрести недвижимость деньги и землю хочу сказать по секрету на протяжении этого года я занимаюсь ремонтом своего дома вчера соня опубликовала в instagram и в чем где-то там фотографии это фотографии сада моего дома представляете он очень красивый я думаю что уже новые вебинар я буду проводить прямо с своего нового дома эту квартиру в которой сейчас нахожусь сюда заедет мой сын будет здесь жить а я перееду в дом и буду заниматься там тем что буду наслаждаться природой и очень хочется уже к зелени какой-нибудь получится ли у вас это в вашей жизни я хочу вам сказать вот смотрите в тот момент когда человек ищет какую-либо информацию его скорее всего не вдохновляет та информация которую он получает от меня я могу вам сказать что человек очень часто совершает тем самым ошибки и объясню почему дело в том что обучаться счастью необходимо у счастливого человек в случае если человек счастлив можно у него обучиться этому счастью я могу сказать с ответственностью ну честно я тот человек который может считать себя по праву абсолютно счастливым человеком я обожаю свою семью обожаю своих детей тех людей которые рядом там со мной живут, мне нравится то, чем я занимаюсь, мне нравится эзотерика, нравится то, что я изготовляю и продаю БАДы, нравится заниматься написанием книг, сейчас я собираюсь писать музыку еще, то есть мне нравится выращивать растения и так далее. То есть мне нравится жить, моя жизнь для меня это состояние абсолютной радости. Я не хочу, наверное, хотя их у меня никогда не было, таких денег, как у Порошенко, наверное, или президента Путина, но я, если честно, не стремлюсь, никогда к этому стремиться не буду, объясню почему. Дело в том, что я не понимаю, что с ними можно делать в таком количестве. То есть если покупать дом за границей, допустим, где-то в Швейцарии или в Испании, то можно точно так же поехать и снять дом, а жить постоянно в Швейцарии не хочется, потому что это самолеты, необходимо постоянно куда-то перелетать и так далее. То есть я отчасти, вот очень часто не понимаю, для чего человеку такие баснословные сумасшедшие деньги. Я достаточно много зарабатываю для того, чтобы чувствовать себя абсолютно защищенным и счастливым человеком. Ну, может быть, у них синдром желания, знаете, когда человеку кажется мало, ну к чему я это все веду? Я вам хочу сказать, обучаясь у счастливого человека, вы фактически обучаетесь счастью. Когда вы начинаете слушать или использовать информацию, которую дает кто-либо, вы для начала попытаетесь сформировать идею об этом человеке. Посмотреть, есть ли у него семья, счастлив ли он в этой, счастлив ли он в этой семье. Есть ли у него имущество вообще. Как он проводит свободное время между тем, как давать вот такие обряды, семинары или еще что-то. Если этот человек счастлив, если он создает видимость здоровья и счастья, вот у этого человека необходимо обучаться. А так, мне кажется, все испытывать на себе, ну я бы не рискнул. Далее, когда человек задает вопросы, то этот человек ограничивает себя. Дело в том, что когда вы задаете вопросы, задаете вопросы себе, ставите себя тем самым в тупики. Или мне даже задаете вопросы, вы ставите себя в тупики. Почему? Вы должны понять, что самый основной принцип человека, когда он живет на планете Земля, это принцип равенства. Что можно одним, можно всем остальным. Таким образом, вам можно все, что можно людям. Тем самым, вы должны просто понимать, что когда человек задает вопрос, то он ограничивает себя. Не нужно никогда задавать вопросы. Не нужно задавать вопросы себе, не нужно задавать вопросы своим близким. Вы просто живите. Это гораздо приятнее. Просто живите. Захотели что-то делать, делайте. Не захотели, не делайте. Не хотите вообще ничего. Отдыхайте. Вообще делайте. Когда придет время и вам будет необходимо, вы все придумаете. Человек говорит, мне и так комфортно жить. Я ничего не хочу в жизни делать, меня все устраивает. Ну, наслаждайся этим. Путем наслаждения, получения удовольствия, будет расти и материальное благополучие. Бывают ли такие люди, которые ничего не делают и у них все есть? Да, бывают. А можно практику из подвала практиковать для переезда? Нет, к сожалению, это только кармическая практика. Здесь она никак не связана с переездом. Маме 85 лет убрали катаракту неделю назад. Лаукому. Спасибо вам. Ну, пожалуйста. Дальше. Подключение к каналу денег. Рано, вдохе, риту, каця, на выдохе. Вито, каця. Вито, каця. Вито, каця. когда человек представляет когда человек допустим говорит я не знаю у меня никаких идей нет я не знаю что мне как мне получить информацию могу вам сказать как человек должен получать информацию дело в том что наше телесное она находится в нас наши мы всегда живем и после нашей смерти соединяемся с богом который является бестелесным или без материальным существом но вы наверное знаете что если учесть идею перерождение то человек который перерождается он умирает теряет идентификацию себя также теряет всю информацию тогда вопрос куда одевается та информация которую он теряет неужели она необходимо богу я могу вам сказать богу такая информация которая необходима человеку не нужно поэтому бог всегда обо всем знал бог это закон информация не теряется потому что информация это тоже энергия тот момент когда человек рождается информация у него потеряна в тот момент когда он умирает то информация складывается. Она складывается в определённое место, как бы место, которое является энергетическим ресурсом, которое находится между материальным человеческим телом и безматериальным божественным существом. Между ними находится прослойка. Это прослойка — это пространство. Но пространство эфир, в котором вы живёте, это пространство, в котором находится невероятное, огромное количество знаний, которые есть, уже сейчас были когда-либо и будут когда-либо они там уже эти знания существуют каким образом можно эти знания подчеркнуть вы можете делать следующим образом просто сидя с открытыми глазами в кресле не засыпая выберите точку в пространстве желательно чтобы эта точка была большой почему чем ну вот как я это делаю я выезжаю в горы выбираю место которое позволяет мне смотреть куда-нибудь в ущелье выбирая в этом ущелье точку между пространством между мной и дном этого ущелья и начинаю в эту точку очень долго смотреть с открытыми глазами о чем я думаю в этот момент это не имеет никакого значения все идеи картинки мысленные образы это всего лишь zip файлы которые в виде архива передаются мне в этот момент со временем после такой медитации ее можно не ну и можно ли ее дома делать конечно можно выбрать в пространстве между двумя стенами точку и после этого просто обоими глазами смотреть в эту точку пространстве при этом что нельзя делать мечтать и вспоминать все остальное можно а если любые картинки идут можно их пассивно рассматривать можно о чем угодно думать только если это не мечты не только если это не воспоминание таким образом человек получает огромные структурные объемы информации можно ли получить информацию какую-либо конечно прямо сегодня когда закончится данная санта я почистите пространство которое находится в вашем помещении где вы находитесь запечатайте его это помещение и начните задайте вопрос поставьте задачу этому помещению или тому пространство в котором вы находитесь при помощи голоса своего или звука скажите чем я должна заниматься чтобы стать богатым человеком и после чего всякие просто смотрите в пространство между двумя стенами или между вами и шкафом или между вами и телевизором завтыкивайте и сидите так ну сосредоточьтесь и находитесь в таком положении не менее 30-1 часа единственное что нельзя делать это вспоминать и думать о будущем все остальное можно делать все остальное любые идеи мысли в случае если вы заснете это хорошо это будет говорить о том что есть блоки в вашем сознании которые мешают новой информации войти в вас если вы в этот момент поспите и проснетесь то продолжите выполнение данной практике и обязательно получите информацию как она вас проявится она проявится или раскроется на протяжении нескольких месяцев это будет в виде классальной идеи очень интересной находки или какого-то вывода который вы сделаете очень рекомендую выполнить хотя бы иногда выполнять вот такую вот медитацию она в школе уже известно ее раньше давал на первых ступенях нашей школе она называется медитация акаши нужно ли мужу проходить практике если в бизнесе мы с ним участвуем вместе или достаточно проходить вам достаточно вам андрей андреевич вы сегодня красивый спасибо я просто нахожусь у себя дома у меня расслабленное состояние я предвкушаю что сегодня поеду на дачу своим детям я соскучился знаете все заметили вчера что у меня были очень непохожие на меня глаза во время проведения вебинара представляете из-за того что я занимаюсь эзотерикой из-за того что я занимаюсь магией моей жизни моё тело она не всегда реагирует хорошо на то чем я занимаюсь и у меня появляется периодически я их называю физиологические нонсенсы то есть эти физиологические нонсенсы могут проявляться в виде того что у меня появляется там бессонница я могу не спать там два месяца или наоборот у меня появляется патологический сон и я не могу проснуться и могу спать до двух часов дня и потом три-четыре часа бодрствовать и вновь спать или жор или наоборот у меня бывают такие недели когда ничего не ем и проявляется это еще на уровне физиологии бывает месяца когда у меня нет сил а бывают такие месяца когда у меня поднимается физическая сила и в этот момент просто как на питбультерьере нарастают мышцы я очень сильно поправляюсь вот такие нонсенсы они появляются еще и в тот момент когда ну я занимаюсь эзотерикой это может изменять внешний вид мою вы представляете это может изменять вид моих глаз и там там внешний вид и так далее бывает все в порядке я нахожусь на немножечко другом уровне физиологического и психоэмоционального развития чем люди живущие в обычном социуме ну конечно мне кто-то хочет не поверить но моя жена много бы могла и там те люди которые рядом со мной находятся они бы могли много рассказать но я ведь не напрасно занимаюсь эзотерикой и скорее всего являюсь тем кто в некоторых моментах является еще и пионером эзотерики поэтому у меня бывают какие-то моменты такие когда там я эзотерически обгораю я это называю или эзотерически отравляюсь или там что-то со мной еще происходит но я зато знаю как с этим всем работать и никогда не допущу своих учеников к тому чтобы с ними происходило приблизительно что со мной происходит я это называю эзотерические физические мутации низкий поклон за ваши знания спасибо самое важное у меня изменилось восприятие внутреннего мира научилась быть по-настоящему счастливой просто так я научилась у вас по-настоящему счастье я знаю что это внутри приятно от всего удивляюсь как раньше ничего не видела и не чувствовала вы через снг которые делаю каждый день растопили савитуром эту пелену я счастлива что у меня самый лучший настоящий учитель но друзья мои спасибо главное чтобы потом не дрались и так обрести славу богатство почет и уважение чик на вдохе пейра на выдохе иomas happy such и в чтобы всегда было желание силы зарабатывать я туну магическая помощь себе в обогащении себя и и тятя чтобы приобрести недвижимость деньги и землю харату карату 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 за 8 пта за 8 пта за 8 пта за 8 пта запустить энергию в магазине для того чтобы продавать вот кто-то жалуется что сейчас находится в магазине и продаж нет представляете полумесяц в нем солнце в солнце пишите продажи в магазине представляете будто у вас смерть в магазине яркий сияющий произносите цу на вдохе вакет на выдохе и будет у вас продажи цу вакет 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 Дальше увеличение уровня дохода в жизни. Кьё на вдохе, ват на выдохе. Дальше обрести везение в бизнесе, иметь силу быть богатым. Сет Хитлера. Чтобы каждый день получать большую прибыль Кузда Пакаля. Быстро найти источник дохода. Изволотала тю. Изволотала тю. Очень увеличить продажи в вашем магазине Уня Эфортаку. 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 смотрите если у вас потяжелели мышцы на фоне практик с деньгами это говорит о том что у вас заблокирован поток денег для того чтобы его разблокировать вам нужно как можно шире расставить ножки упереться прямо руками и подышать вместе со мной отдыхаем сейчас все в затылке исчезнет все в порядке мантра для решения всех проблем давайте от невыносимых долговой нищеты 100 маке кри вместе со мной далее сейчас одну секунду я открою немножко другой файл ставим вот так вот руки смотрим вперед и говорим мир я принимаю все что ты мне даешь и делаем вдох делаем выдох еще раз говорим мир я принимаю все что ты мне даешь теперь делаем это и с расставленными ногами и с расставленными руками мир я принимаю все что ты мне даешь и делаем вдох и делаем выдох мир я принимаю все что ты мне даешь и для того скажите себе что вы хотите на протяжении недели чтобы у вас доход увеличился в сто раз произнесите сейчас скоро мой доход на протяжении недели увеличится в сто раз и смотрим перед собой и произносим сик на вдохе и сик на выдохе как поставить защиту на бизнес обведите указательным пальцем мысль на свой бизнес и вот так рукой за своим бизнес варитеfeitу направо назад налево чу вниз чуть вверх и делаем так омах умха хок делаем глубокий вдох делаем выдох я надеюсь вам сегодняшний снг я понравился ну что надеюсь вам было интересно вместе со мной попрактиковать я могу сказать что такие практики я делаю дома самостоятельно практически каждое утро я желаю вам всем материального успеха эзотерик не должен быть бедным если вам понравилась мг я обязательно об этом напишите нашей группе дуэко кайлас и рте я не понимаю тех людей которые не приходят ко мне на сангаря по моему мнению те сангаря которые я даю они всегда новые всегда отличаются от остальных каждый раз во время сангаря даю какие-либо новые идеи новые практики на сегодняшний день сангаря является наверно как бы отдельным отдельной возможностью человеком получить информацию которая может создать образ школы андрей андреевич если код гармонизации воды в теле есть код гармонизации воды в теле на вдохе ау а на выдохе тара ау а на выдохе тара таким образом гармонизируется вода в теле ау тара до свидания с вами был андрей дуэко я выключаю на этом наш семинар закончен я поеду сейчас к своим детям ура товарищи до свидания